Здравствуйте, меня зовут Павел Генёв, и мы находимся в студии Mediametrics Питер. Сегодня тема нашего разговора – обманутые дольщики. В последние годы сам этот термин уже вышел за рамки какого-то обмана со стороны застройщика и неполучения обещанной квартиры. Теперь дольщик может считать себя обманутым, даже если девелопер что-то устно пообещал ему, например, в рекламном проспекте. И не выполнил этого. Но если в суде доказать, что тебе обещали один ламинат или плитку, а положили другой, довольно сложно, то теперь уже все знают, что если ключи выдали не вовремя, то это повод обращаться в суд. Однако в последние годы обманывать дольщиков стали не только сами застройщики, но и юристы. Вот об этом мы сегодня и поговорим с руководителем юридической компании «Эллек Стера» Юлией Лагуновой. Юлия, добрый день. Добрый день. Начнем с самого простого варианта. Ключи вам выдали не вовремя. Значит ли это, что нужно немедленно бежать в суд, или можно как-нибудь договориться с застройщиком в досудебном порядке? В любом случае, человек-гражданин, являющийся дольщиком, это в первую очередь лицо, которое заключило договор. То есть он вступил в договорные обязательства с компанией-застройщиком. Следовательно, исполнение и выполнение условий этого договора, это задача, проверка этого, это задача, естественно, самого дольщика. То есть он внимательно смотрит, что ему обещали, что прописано, какие сроки, какие условия. И в зависимости от этого человек определяется на определенной стадии, что да, мне не вовремя переданы ключи. Соответственно, в моем договоре прописаны определенные правила и условия, а также в законе 214 ФЗ. И, собственно, сам дольщик определяется, что да, на каком-то этапе ему положена некая компенсация. Но в данном случае лицо должно четко для себя понимать, то есть обмануто оно или все-таки у него наступило определенное обязательство, наступило время для исполнения определенного обязательства. Естественно, когда человек это понимает, он обращается к своему застройщику. Я считаю, что это первое и самое основное правило, поскольку договор, значит, стороны должны урегулировать каким-то образом свои взаимоотношения. Поэтому первым этапом в любом случае являются переговоры. В суд, конечно, идти можно. В суд идти нужно, мы все стали достаточно грамотными и понимаем, что свои права необходимо отстаивать в судебном порядке. Но человек, гражданин, должен, естественно, понимать определенные перспективы всего этого процесса и четко для себя понимать задачи пункта А и пункт Б, и каким образом он, и в течение какого периода, и на каких условиях он дойдет, грубо говоря, из пункта А в пункт Б. Самому человеку определиться в этом достаточно сложно, поскольку, да, мы знаем о том, что существует суд, да, он рассматривает это требование, да, выносится решение, в дальнейшем это решение должно быть исполнено. То есть конечная цель – это не обращение в суд, а, в общем-то, получение тех самых денежных средств, да, компенсации. Поэтому, определив для себя, что да, вот у меня перспектива такая, я бы хотел получить, естественно, существует специальная формула, по которой рассчитывается компенсация, это неустойка, это какие-то штрафные санкции и так далее. В соответствии с законом, значит, человек должен, естественно, для начала правильно это рассчитать. Вот выявил он, что сумма у него положена ему, вот такая. Дальше он принимает решение, либо я все-таки, наверное, обращусь к застройщику. В этом случае человек определяется, для начала определяется, что это за застройщик, каково его положение на рынке на сегодняшний день, в каком он находится состоянии, какие у него перспективы, какие у него планы развития и так далее. Поскольку, если застройщик достаточно стабилен и стоит на ногах, и, в общем-то, планирует это делать дальше, то, ну, наверняка, в данном случае первым этапом являются переговоры. Поскольку, как застройщику, так и дольщику судебные процессы, лишние дополнительные, никаким образом не нужны. А если выяснилось, что застройщик в не очень хорошем состоянии, тогда что? Если выяснилось, что он не в очень хорошем состоянии, в плачевном, возможно, это, допустим, даже этап какой-то предбанкротный, то есть он отвечает каким-то признакам банкротства и так далее. В данном случае все равно это этап переговоров. Возможно, этот застройщик хочет каким-то образом все-таки встать на ноги. И в этом случае, конечно, большое количество судебных процессов не на руку данному юрлицу. Конечно, если выясняется, что, в общем-то, положение достаточно печальное, то, естественно, дольщик должен обращаться в суд. Но, опять же, понимая перспективы, перспективы следующие. Следующее. Обращение в суд – это определенное количество документов, документы оборот. Причем не играет роли, о каком размере компенсации идет речь. То есть это может быть 50 тысяч рублей, 100 и даже 900. Схема, процедура, набор документов, он абсолютно одинаковый для всех. Соответственно, человек принимает решение, что да, я иду в эту программу, я, а, несу судебные расходы, это госпошлины, это некие почтовые отправления, корреспонденции и, собственно говоря, оплата специалистов. Поскольку просто лицо, которое является простым убывателем, выйдя в суд, сможет, конечно, объяснить примерно, что он бы хотел, но, возможно, это будет не вполне грамотно сформулировано и, возможно, не понято тем же судом, объемы, размеры, порядок расчетов и так далее. Поэтому перспектива вот такая, то есть собирается определенный комплект документов, подается в суд и дальше начинается определенная схема, которая, естественно, во времени достаточно растянута. Это мы все прекрасно понимаем, суды перегружены, судебная система построена таким образом, что даже технические некие моменты, а именно отправка каких-то документов, скажем так, даже печатание, печать определенных документов, тоже занимает определенное количество времени, и для этого необходимы определенные специалисты, которых, как правило, нет. Поэтому, если мы даже возьмем суды в одном районе, например, Красносельском, либо Пушкинском, и в другом, допустим, Петроградский и Невский, это будет совершенно разное количество времени затрачено на те самые процедуры. То есть я правильно понимаю, что главный риск для дольщика, если он обратится в суд, это просто завязанное в этих всех бумагах, что-то оформить неправильно, понести финансовые потери? Сначала что-то оформить неправильно, затем, допустим, обратиться не к тому специалисту, которому, может быть, в данном случае было бы нужно. Может быть, недостаточная квалификация, может быть, недостаточный интерес, скажем так, к этому процессу. Опять же, сроки. Сроки — это прохождение первой инстанции, и в любом случае каждый дольщик должен понимать, что это будет и вторая инстанция, а может быть, и третья. Поскольку у застройщика, естественно, есть юридический отдел, юридические службы, которые, собственно, и занимаются тем, чтобы обжаловать некие полученные решения, ну, скажем так, бороться до конца. В случае, если этот человек пошел, значит, конечно, на первой, на второй стадии застройщик сдаваться не будет. Это очевидно, поскольку это тоже, в общем-то, их цель. Это понятно. Поэтому это сроки, и самое главное, что даже сделав все правильно и грамотно, даже привлекая специалистов, грамотно квалифицированных, даже в конечном итоге, получив судебное решение. Основная задача, мы помним, о чем мы говорили изначально, это, собственно, получение денежных средств. Вот это начинается, скажем так, вторая серия этой истории. Это уже совершенно другие структуры, это судебные приставы, которые, возвращаясь к загруженности судов, мы точно так же можем об этом говорить и в отношении судебных приставов. Это та же самая схема документальная, это правильно поданный исполнительный лист, это правильно написанное заявление, это правильно предоставленные там вплоть до того, что даже свои финансовые реквизиты и многое-многое другое. А дальше существуют еще следующие моменты. Судебный пристав берет к исполнению, допустим, определенный исполнительный лист. В дальнейшем он вдруг уходит в отпуск, например, там на месяц или еще как-то заболел, еще какие-то истории. То есть порядок исполнения судебного решения – это еще срок, который мы добавляем к той самой судебной тяжбе, которая у нас уже прошла. Мы ее там мучительно выдержали и, в общем-то, думали, что уже на финише, а на самом деле где-то еще примерно в середине. А в досудебном порядке дольщик обязательно получает от застройщика именно какую-то определенную сумму денег или какие-то варианты, возможно? Дело вот в чем. Если дольщик выходит на переговоры с застройщиком, то, скажем так, это в любом случае плюс для застройщика и для самого дольщика, поскольку, опять же, возвращаемся к тому, что все-таки это договор. Следовательно, стороны имеют возможность договориться. Если человек для себя определяется, хорошо, перспектива у меня по времени такая-то, получить некий результат – это следующая история. Но мне, например, предлагаются определенные условия, например, на сегодня. Я в дальнейшем в это не иду, я не несу судебных расходов, я в принципе об этом вообще не думаю, что у меня идет какой-то суд. Договоренности могут быть совершенно различными. То есть это может быть и денежная сумма, это может быть и какие-то некие бонусные программы, это могут быть некие скидки, это могут быть некие компенсации, которые выражаются как в денежном эквиваленте, так и в каких-то действительно процентных скидках на какие-то услуги, которые, возможно, этому человеку будут интересны. Соответственно, здесь еще необходимо поговорить о сумме, о размере компенсации, поскольку каждый человек, естественно, думает, вот мне положено по закону, допустим, сумма такая-то. Да, это исходим из того, что это 100%. Выходит в судебный процесс. И если изначально у нас как-то на ранней стадии практика была такая, что да, взыскивались и 100%, и 90%. И, скажем так, естественно, человек удовлетворялся, что на сегодняшний день суды исходят из того, судебная практика исходит из того, что, скажем так, застройщиков тоже нельзя загонять, скажем так, в ситуацию, когда они несут действительно совершенно глобальные для себя потери. Нельзя, потому что, ну, иначе у нас тогда просто начнут задыхаться, и, скажем так, это будет еще хуже. И называется хорошо, что квартиры передают теперь вообще в принципе, да, чего не было, допустим, изначально. Передают и даже, в общем-то, выполняют все условия и даже платят компенсации. Ну, давайте тогда остановимся на том, что это будет все-таки не 100%, а некое снижение. Так вот, снижение, исходя из нынешней практики, примерно составляет порядка до 50%. То есть лицо, которое выходит, он думает, да, у меня расчет компенсации, там, неустойки 200 тысяч рублей. На выходе, если все-все-все посчитать, то есть судебные расходы, плюс, естественно, временной какой-то промежуток, ну, получит он, допустим, в судебном решении будет взыскано, ну, 50%, а то и 40%. И тогда человек, естественно, получает определенное разочарование. То есть я, собственно, за что бился, да? Можно даже в минус уйти, наверное. Можно, ну, нет, в минус-то, конечно, не уйдет, это безусловно, но когда хочется вот какой-то определенной ситуации, а получаешь меньше половины, и думаешь, зачем я на это тратил время, зачем я тратил на это деньги, и вообще зачем я, собственно, что-то ждал. Когда я мог бы, а вот то, что мог бы, это действительно мог бы, поскольку стабильные, качественные и хорошо планирующие себя в дальнейшем застройщики, они, в общем-то, могут, имеют такую возможность договариваться на стадии досудебного регулирования. — Вы еще упомянули, что, ну, юристы, так мягко говоря, бывают разными. Вот, допустим, я дольщик, считаю, что обманутым, с застройщиком мне не удалось договориться. Вот мне нужен юрист, который будет действовать именно в моих интересах, а не в своих. Где мне такого искать? — Дело вот в чем. У нас, опять же, на рынке юридических услуг огромное изменение за последние несколько лет. Рынок перенасыщен в любом случае. Предложение, спрос опережает, именно что касается юридических услуг. Конечно, юристы молодые, которые, получив образование, горят желанием, понятно, что делать. Естественно, зарабатывают деньги. Ну, это логичное совершенно желание и правильное. И даже они будут грамотными, они будут квалифицированными, и они будут, скажем так, настроены на победный какой-то результат. Но не будем забывать о том, что задача юристов, которые... Вот сейчас образовался такой определенный кластер таких юристов, их задача, в первую очередь, понятное, получение прибыли. Каждый юрист для себя понимает, что перспективы судебных процессов разные. И что касается именно вот этой ситуации с дольщиками, юрист понимает, что рассчитывать на какой-то такой глобальный бонус по итогам этого процесса приходится, а, возможно, не приходится. То есть эти юристы понимают, что сейчас, допустим, он выйдет в суд, 100% этой неустойки этих штрафных санкций он не получит. Либо вариант другой, он может получить это на первой инстанции, но в апелляции это решение, естественно, будет отменено, изменено, и какие-то разные совершенно могут быть перспективы. Потому что все зависит от состава, там тоже сидят люди. У кого-то сегодня не очень хорошее настроение, вот не хочу, я вот 90, вот будет тебе 50. Мы, к сожалению, с этим тоже сталкиваемся. И юрист понимает, что да, финал будет, но этот финал будет, опять же, не завтра. А задача получить некую прибыль сегодня. Поэтому что делают такие юристы? Они, в общем-то, дольщикам, людям, которые, ну, скажем так, не сведущие в этих вопросах, объясняют, что мы сейчас выйдем в суд, мы пройдем эту процедуру, мы напишем все необходимые документы. Понятно, что за написание, подготовку этого комплекта документов, естественно, берется определенная сумма, в разных случаях всегда по-разному, но понятно, что это суммы такие от 20 до 50 тысяч. То есть, в общем-то, вот, ну, за подготовку документов ни один юрист, там, например, 5 тысяч рублей не возьмет. То есть это не совсем будет. И берет он их сразу. И берет он их сразу, объясняя и обещая, что мы выйдем в этот процесс, и мы получим, там, допустим, энную сумму, там, 100%, ну, 90. А потом вы ее еще даже и получите в процессе, там, исполнительного производства. Этим обещаниям, естественно, верят. Нет, специалист выходит в процесс, но в этом случае, что ему необходимо? Ему нужен не один такой дольщик, ему нужно 5, 6, 7, 10, 20, лучше 50, а то и 100. Да, то есть мы собираем некую такую команду, потому что наша задача этого юриста получить максимальную прибыль сегодня, собрав вот эти вот, скажем так, небольшие деньги. Ну, тем не менее, от массовости это получается достаточно существенная сумма. И проще готовить документы, то есть мы берем, например, какой-то один объект, дом, и, соответственно, по шаблону подставляем, пересчитываем по формуле необходимые нам требования и, в общем-то, отдаем в суд. Это будет, естественно, один суд, например, да, в одном районе. То есть юристу удобно. Поэтому происходит вот такая история массового сбора дольщиков и почему-то агитация, что это должно действительно носить какой-то массовый характер. Вполне понятно этот массовый характер, когда квартиры вообще не передавались. То есть деньги, я не знаю, какими-то структурами собирались, и дальше дом стоял на уровне цикла нулевого. Эти истории были, а массовость в этом случае, она была оправдана, потому что люди таким образом привлекали внимание, привлекали внимание правоохранительных органов, властей и так далее. Это, естественно, стимулировало к решению этого вопроса, хоть как-то. В данном случае, касающейся этой истории, связанной с несвоевременной передачей, с неустойками, штрафными санкциями и так далее, эта массовость, она не играет роли никакой. То есть в суде, если приходит Иванов и говорит, вы знаете, вот такой же процесс, вот он прям аналогичный, вот у Сидорова там и то-то-то, суду это неинтересно, потому что рассматривается конкретно взятый один случай. Конкретная сумма, договор, срок и, соответственно, обстоятельства, которые под этим имеют место быть, а также доказательства, которые данное лицо предоставило в этот процесс. Не играет роли, пришло туда 20 человек, 30, эти иски не объединяются, они рассматриваются все в индивидуальном порядке. Поэтому юристы, понятно, преследуют свою цель, понятно, что рассказывают о перспективах тех, которые им выгодны для того, чтобы дольше вступил с ними в эти взаимоотношения. Наверняка также подписывается договор, возможно, обещается некий какой-то бонус по итогу, но дальше юрист уже совершенно все равно. Взыскал он 200 тысяч, 300 тысяч, он получил на первом этапе, он получил в дальнейшем сколько-то, неважно сколько. Но в любом случае получил. Соответственно, идет эта рекламная кампания, что вот давайте мы будем с этим застройщиком судиться, и вот от этой массовости вот должно что-то произойти, ничего не произойдет. В соцсетях в группах обычно вывешивают такие объявления, да? Да, да, людям совершенно, ну они готовы, видимо, потратить время, посмотреть, а что там происходит у соседа. Так вот в суде, что происходит у соседа, совершенно неинтересно никому. Будет рассматриваться конкретный случай. И, как правило, бывают даже ситуации, что несколько дольщиков, обратившиеся в суд, один из которых вдруг понимает, что мне это как-то уже все надоело, я пойду и договорюсь. И пойдет и договорится, и получит определенную себе сумму, либо какие-то еще моменты, которые его удовлетворят. И тихо отойдет в сторону, все остальные будут судиться, и, может быть, окажутся просто не в такой положительной ситуации, как тот человек, который решил все-таки свой вопрос как-то урегулировать. Допустим, мне порекомендовали какого-то юриста, я могу его каким-то образом протестировать, допустим, задать два-три наводящих вопроса, чтобы определить, действительно он мне будет помогать, либо его цель, чтобы я его побыстрее заплатил и отвалил в сторону. А здесь на самом деле все очень просто. Юрист, который сразу предложит, что давайте мы все-таки проведем медиацию, давайте мы все-таки попробуем с застройщиком переговорить, давайте мы как-то урегулируем это, а давайте я изучу все-таки ваши дела, дайте мне, пожалуйста, договор, дальше мы посчитаем ваши суммы, дальше мы выставим, естественно, не на словах, а письменную претензию застройщику, где мы сформулируем все наши требования, давайте мы получим на нее ответ, а только после этого мы обратимся уже в суд, как, собственно говоря, последний этап, как крайняя мера. Если юрист готов и предлагает именно эту схему, значит, с ним, наверное, имеет смысл продолжать взаимоотношения. Юрист, который говорит, нет, мы выходим завтра в суд, значит, мне необходима вот такая-то сумма на подготовку документов, и получим мы по итогу вот однозначно процентов 90-100, 80 или еще там как-то, да, и обязательно получим гарантированно. И говорит о том, что срок самый-самый минимальный, с учетом даже прохождения, там, допустим, процесса исполнения решения. Если речь идет об этом, значит, можно смело думать, что, да, я отдам свои, там, 20-30-40 тысяч, и буду, в общем-то, сидеть и ждать чего-то, чего не вполне понятного, да, то есть перспектива, она такая какая-то очень туманная. Ну, напоследок, если интерес вот этих самых зашибал, да, он понятен, они получили деньги, результат их, в общем-то, особо и не волнует, то как нужно действовать с таким добросовестным юристом, он как-то с ним по-другому надо рассчитываться? Я думаю, что, опять же, порядок расчетов зависит от результата, от цели, которую человек преследует. Если юрист говорит, послушайте, мы можем договориться с застройщиком, и это будут вот такие условия. Естественно, юрист проговорит обязательно, юристы бесплатно не работают, это очевидно. Понятно, что, допустим, участие в переговорах и подготовка, там, тех самых мировых соглашений, доп. соглашений к договору, каких-то документов, которые регулируют эти взаимоотношения, понятно, что это работа, понятно, что она оплачиваемая. Но в данном случае юрист четко может гарантировать, что да, вот у нас в процессе переговоров условия вот такие. Документы подписываются вот такие. Понятно, что у дольщика могут возникнуть сомнения еще какого плана, что я подпишу сегодня это мировое соглашение или доп. соглашение, а его все равно не выполнят. Ну вот я вроде договорился, я даже уже сказал и подписал, что хочу 50% или 40%, а в дальнейшем тоже произойдет ситуация, что меня обманут. Может быть такое, естественно, у человека восприятие. Здесь, опять же, нужно понимать, если не выполнены условия этого доп. соглашения, мирового соглашения, человек имеет право обратиться в суд, естественно, уже за полным размером своих требований. То есть если его мировое соглашение не исполняется. И понятно, что юрист и дольщик должны также договориться о финансовых издержках, в этом случае для юриста и для дольщика. То есть заключается договор, возможно, это будет некий процент тоже от заключенного доп. соглашения, но зато это будет понятно, что ровно через месяц, либо полтора, либо завтра, неважно, в зависимости, у каждого индивидуальная совершенно ситуация, человек получает свои денежные средства. Он не идет в суд, да, он заплатит юристу какой-то гонорар за это, но, по крайней мере, его перспектива понятна. — Спасибо, Юлия. Давайте попробуем подвести итог всему вышесказанному. Во-первых, дольщиков сегодня обманывают не только застройщики, возможно, даже не столько застройщики, могут обманывать юристы, поэтому нужно очень тщательно подходить к выбору специалиста. Во-вторых, наверное, в суд идти нужно только тогда, когда вы совместно с юристом проанализировали ситуацию, все возможные выходы из нее, а не бросаться в ум с головой. — Решение о каждой ситуации должно быть индивидуальным, а не коллективным, потому что в втором случае страдает качество. Нужно очень внимательно отнестись к выбору юриста, потому что есть большой риск связаться с тем специалистом, главная цель которого — забрать у вас побольше денег, и результат конечный, которого не очень волнует. Ну и, конечно, стоит помнить старую истину, поступая с другими так, как хочешь с тобой, и всегда стоит помнить, что компромиссное решение всегда лучше, чем открытого конфликта. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.